Простая надпись на стене дома или тротуаре, сделанная по трафарету, ничего не скажет тому, кто не в теме. Подростки балуются, стены зарисовали. А по сути, это предложение незаконно приобрести наркотические средства, спектр которых практически ничем не ограничен. Весь спектр наркотиков, каких есть, они есть на территории этой марихуаны, растительного происхождения, наркотики, канабиоиды. Также искусственные канабиоиды, это спайсы. Синтетические наркотики, в простонародье их называют салями, все эти наркотики присутствуют и в процессе деятельности изымаются из незаконного оборота. До развития сети интернет, покупка и продажа наркотиков была сложным и весьма опасным процессом. Часто при подобных сделках ее участников брали с поличным. Теперь же для того, чтобы купить что-то запрещенное, порой не надо даже вставать с дивана. Нашел в интернете продавца, выбрал отраву, оплатил безналичным способом и в ответ получил указание, где следует искать оплаченный товар. Продавец делает так называемую закладку в неприметном месте, а покупатель ее также незаметно забирает. Все мы прекрасно понимаем, что спрос у нас рождает предложение. Наркотики в городе Саров реализуются. Мы в этом плане по поводу сбытчиков каналов поступления на территорию ЗАТО Саров наркотических средств мы работаем. Периодически задерживаем организаторов этих каналов, привлекаем их к уголовной ответственности. Каждый год популярность приобретает все новые и новые виды веществ. Опиаты, марихуана, амфетамин, спайсы и многое другое. Самый популярный наркотик в наши дни – соли. Ни огромные сроки, ни количество смертей от употребляемых наркотиков, ни порушенные судьбы целых семей – ничто не останавливает тех, кто решил подзаработать на этом. И играют эти люди на том, что отказаться от употребления во много раз сложнее, чем начать употреблять. Сначала они же под влиянием психическое, это как первичное влечение, это психологическое, на уровне мыслей. Чего-то не хватает. Вот не употребляю, даже не буду. Вот один раз попробовал, не буду. И он пытается, может даже в этот момент некоторые борются. Не буду. Но такой дискомфорт. Вот чего-то не хватает. Чего-то не хватает. Это гложет мысль. Вот эта как навязчивая мысль, она человека изводит. И в результате, кажется, ну ладно, я еще разочек попробую и больше не буду. Ну это вот так вот непрерывный вот этот круг. А дальше уже физические расстройства присоединяются. Когда он опять пытается отказаться в очередной раз, он понимает, что у него не только мысль гложет, а он не может спать, он не находит места, у него все болит. Опасны современные наркотики и тем, что никто до конца не знает, какая трава там намешана. Ни один продавец, торгующий смертью, не даст стопроцентной гарантии, что это не убьет покупателя. Ни дозы неизвестны, и они не используются, они не подбираются, и никто не знает. Поэтому человек, принимающий наркотик, любой, в том числе и соли мы возьмем, он уже заведомо рискует даже тем, что он может в момент употребления вот сейчас умереть мгновенно. Наркомания становится все моложе. Употребляют даже 12-летние подростки. Связано это, во-первых, с тем, что достать наркотик стало очень просто благодаря современным мессенджерам. Кроме того, как отмечают врачи-наркологи, само употребление травы не представляет сейчас никакой сложности. Способ введения, я еще раз остановлюсь, что он стал проще, поэтому распространение сейчас получает шире, потому что не требует таких приспособлений и усилий, как требовали опиаты, требовали другие вещества, которые употреблялись до сего времени. Увидев подозрительную надпись на стене, сделанную по трафарету или человека, который что-то прячет в укромных местах и сообщить в отдел внутренних дел по силам каждому. Больше времени проводить с собственными детьми, интересоваться их кругом общения, их интересами, обязанность любого родителя. Любая информация, она проверяется и принимается все меры для ее реализации и пресечения возможных фактов продажи, в том числе через интернет-ресурсы, всевозможных наркотических средств, психотропных вещей. Полиция постоянно перекрывает каналы поставки, арестовывает дилеров и закрывает подпольные лаборатории. Врачи каждый день борются за жизнь тех, кто ступил на этот скользкий путь, оказывают психологическую помощь. Но побороть опасного противника можно только всем вместе. Кирилл Васенин, Владимир Есенников, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.